Еще два мастера спорта появились в Ненецком округе. Пауэрлифтеры Сергей Ермолин и Галина Кислякова выполнили нормативы на государственное звание. Отличительные знаки атлетам выручил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Нашей съемочной группе удалось побывать на одной из тренировок пауэрлифтеров. В следующем материале расскажем, почему атлеты выбрали именно этот спорт. Это сегодня Сергей Ермолин берет маленькие веса. Мужчина в так называемом лайт-режиме. Тренируется не в полную силу. А не так давно на Кубке России спортсмен показал результат 200 килограммов. Путь к мастеру спорта был не сказать, чтобы легким, но довольно стремительным. Так как Сергей очень давно подружился со штангой, техника была отработана. Не хватало только тренировочной программы для эффективной работы с весом. В этом Сергею помог Валерий Мартынов, который на протяжении 23 лет работал тренером по пауэрлифтингу во дворце Спорта Норд. В 2020 году он вышел на пенсию и переехал в Белгород. Тем не менее, заниматься с учениками не прекратил. По истечении тренировочной недели я им скидываю видеоотчет. И они смотрят, корректируют технику, всегда меня ругают. Потому что тренер должен это делать. Потому что нельзя сказать, что ты просто молодец. Молодец – это плохое слово. Надо быть лучшим. Требория состоит из приседа, жима и тяги. Сейчас я покажу вам присед. Галина Кислякова – еще одна одаренная спортсменка Заполярье. Студентка спортивного факультета социально-гуманитарного колледжа пауэрлифтингом начала заниматься три года назад. Помог счастливый случай. Это была смущная история. Я записываюсь в зал просто на фитнес. Там подтянуться. И хожу, а там соревнования в зале у нас были. И Валерий Александрович, тренер мой, говорит, нам народу не хватает. Иди присоединяйся. Это как раз была тяжелая атлетика даже, а не пауэрлифтинг. И вот тут тренер попал, что говорится, в точку. Оказалось, что у Галины выдающиеся способности. Хорошие физические данные, сила и упорство. Как все это умещается в хрупкой девушке, остается загадкой. Весовая категория Галины – до 47 килограммов. При этом в общем зачете звания мастера спорта атлетка получила, взяв 257 килограммов суммарно. Выездные соревнования проходили в Москве. Труд. Ташки труд. Нужно тренироваться каждый раз, каждый день. Не пропускать тренировки, и тогда все может случиться. Знаки мастеров спорта атлетам вручил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. В ходе торжественной церемонии ребята рассказали главе региона о том, что их тренер продолжает занятия, используя видеосвязь. Глава региона в личном разговоре по телефону поблагодарил Валерия Мартынова за неравнодушное отношение к делу своей жизни и ответственное отношение к судьбам наших спортсменов. Алина Ваучейская, Антон Водряков и Леонид Шишелов. Телеканал «Север». Алинах Шишелов. Телеканал «Север». Алина Водор crecché и標 Экен DR.